Событие, которого ждали почти год. Флаг города Иваново вернулся из Антарктиды. Туда его доставили участники 63-й российской антарктической экспедиции. Торжественная церемония передачи символа городским властям прошла в гимназии номер 23, где родилась идея творческого проекта «Ивановские открытки на все континенты». Этот проект, он позволяет повышать привлекательность, имидж нашего города и в нашей стране, и в России, и во всем мире узнаваемость. Действительно, флаг у нас необычный, он может быть не совсем с точки зрения геральники выдержан, но вот он на самом деле сразу бросается в глаза. Благодаря делегатам Всемирного молодежного фестиваля в Сочи от Ивановской области, которые передали символ города невест, флаг совершил большое путешествие. В масштабной акции участвовали более 40 городов, но именно Ивановский флаг вернулся на родную землю одним из первых. Вместе с ним в Антарктиде побывали и открытки ивановских и кохамских школьников, которые они нарисовали специально для гостей фестиваля. Я решила нарисовать открытку «Русский манчестер», потому что Иванова называют «Русским манчестером», потому что здесь много текстильных предприятий. Я рада, что и люди, которые живут сейчас в Антарктиде, узнали о нашем городе. Ивановские невесты, сицы, достопримечательности и другие важные, на взгляд, ребят-бренды попали на открытки, которые, как птицы, разлетелись по всему миру и благодаря ученым попали даже на станцию «Прогресс». Из Антарктиды они вернулись со штемпелями следовательского проекта и пожеланиями поляртников. Я считаю, что это замечательное мероприятие. Оно как бы развивает наше брендирование нашего города, образование детей, проектов детских. Это очень здорово. Таких мероприятий было побольше, чтобы оно знали в многих странах. Не только в 20, как было сказано, а больше, больше, больше. Потому что это очень важно. И налаживать вот эти контакты. Акцию «Флаги российских городов» на Антарктиду провели в честь 200-летия открытия Мазирика русскими моряками, которые будут праздновать через год. И хотя это первое серьезное путешествие для флага, есть надежда, что не последнее. По словам городских властей, не исключено, что Ивановская пряха совершит еще не одно путешествие. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.